что изменилось какие детали изменились а это даже не работа над ошибкой лада веста 2020 можно так сказать модельного года этот самый чип который мозги который адаптируется под вас он может работать и как 6 ступенчатый как 7 ступенчатый как 8 ступенчатая автоматическая коробка передач двигатель с алюминиевой головкой который выдает уже не 106 лошадей как на был на вести а выдает 113 смело могу сказать самый популярный седан в россии в беларуси в казахстане так и самый популярный универсал вас 2110 с нормальным дедушка огромный привет всем карачаевцам всем тем которые вот на дороге и ступенчатую с автоматом мы не чувствуем переключение передач вот сейчас шли фактически четыре скорости мы разгонялись на четырех скоростях и у нас не было вот этого дергания как когда-то было там на вариант я так понимаю что это эльбрус ребят эльбрус это у нас да это эльбрус ура 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 видите коробка с таким хромированным глянцевым покрытием она лежит просто шикарно в руке я не скажу что коробка все-таки ну согласитесь автомат всегда проигрывал любой автомат проигрывал механик потому что механикой какой бы не был тормоз водитель он переключает быстрее чем там все эти мозги всем привет это команда автопанорама меня зовут павел кореневский и сегодня мы в горах лучше гор могут быть только горы на которых ты еще не бывал всем огромный привет тем кто любит творчество владимир семеновича высоцкого действительно мы на северном кавказе вот с той стороны сван эти кабартина болгарии если бы балкари если быть точно и сегодня мы знакомимся с обновленным семейством лада веста что расскажем расскажем что изменилось какие детали изменились а это даже не работа над ошибками лада веста 2020 можно так сказать модельного года немножко изменилось изменилось как смело могу сказать самый популярный седан в россии в беларуси в казахстане так и самый популярный универсал веста с в не только дорожные версии но и кроссоверная версии и когда сегодня у нас на тесте лада веста с в кросс и так что изменилось в первую очередь в первую очередь давайте пройдемся появились складывание электрическое складывание зеркал боковых появился смотрите вот этот вот акули плавник мы знаем его уже по лада вести спорт он там был у нас новая абсолютно выхлопная система кстати на общую шумку изменения не по общей шумки изменения произошло но то что касается самой системе выхлопа она стала мягче нежнее это что касается внешних деталей ну ладно да может назвать еще и новая вверх бескаркасная посмотрите раньше все таки были каркасные стеклоочистители но по-прежнему это остается все тот же прям скажем классно классно выглядящий седан и просто конкурентов я не могу назвать даже ни одного конкурента лада и веста с в и с в кросс потому что сегменте b универсал такой только один да еще за такую цену но самое важное изменение которое произошло это изменение произошло под капотом вам сейчас покажу долезу ах речка шикарным смотрите это же чистота это же с гор течет вода мягкая прям мыльная вокруг нарзаны сплошные мы проехали кисловодск пятигорск мы проехали уже измучились нарзаном для того чтобы показать и рассказать вам все что произошло под капотом под капотом а под капотом у нас вместо двигателя 16 106 лошадей вазовского двигателя у нас появился двигатель 16 реношный ну можно сказать рено nissan разработки ур но это идет как h4n у nissan это идет nissan 16 сар двигатель с алюминиевой головкой который выдает уже не 106 лошадей как на был на вести а выдает 113 лошадей но еще очень важное изменение которое произошло под капотом здесь вместо автоматической трансмиссии роботизированной которая стояла на семействе веста появился новый новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия да от я спрашивал и много задавал вопросов сами производителям и мы обязательно в нашем стриме покажем вам что же это за коробка это действительно не совсем вариатор джатка дело в том что за основу в взят тот самый клиноременный вариант джатка вариатор джатка который выпускается ставится на серийные машины с 1998 года работает но по сути это клиноременный вариант с механическим редуктором потому что вы понимаете вариатор едет только вперед он назад не может двигаться но по сути это абсолютный апгрейд вот то вот той старой коробки и эта коробка теперь ну так скажем все те лучшие моменты которые были у вариатора и автоматические трансмиссии выбрала в себе ну варя в в этой истории вариаторная в бесступенчатой самый главный плюс это экономия экономия топлива это мягкое переключение передач это собственно говоря можно говорить сколь угодно долго давайте мы лучше проедем вот снова на новом двигателе на новой коробке тем более обратите внимание какие у нас здесь варианты горных дорог мы сейчас подъезжаем к перевалу гумбаши будут серпантинчики будут коровы будут камешки и конечно же вот первое впечатление а машина едет машина едет и машина едет очень интересно давайте еще заглянем внутрь для того чтобы просто уже закрыть как говорят все гештальты по поводу изменений которые произошли произошли внутри главное изменение это обратить внимание кулиса кулиса коробки передачи она так скажем достаточно большая что вы понимали я человек роста метр семьдесят восемь с нормальными мужскими руками видите коробка с таким хромированным глянцевым покрытием она лежит просто шикарно в руке и и удобно брать опять-таки четыре основных диапазона это паркинг это движение назад это движение нейтраль то есть во время буксировки например и режим драйв еще кстати что что касается плюшек и вкусности которые появились уже стоит в базе подогрев руля согласитесь для машины по скажем доступные машины машины б-класса когда есть такие вещи как подогрев стекла лобового подогрев руля не говорю про подогрев передних сидений сиденья водителя все это вполне логично но опять-таки вот то за что очень очень любят полюбили по-настоящему семейство лада веста на всем просторе бывшего советского союза это за то что сделали автомобиль по потребительским качеством очень очень классно но обратите внимание вот на эти листочки вставки ну согласитесь смотрится хорошо да это недорогой это ну так скажем гремящий пластик но этот плащик пластик который не царапается то же самое обратите внимание на огромный плюс и он не изменился главный плюс сохранили при этом же эти этой коробке передач и новом двигателе сохранили крин клиренс у обычных вот у нас тут уже пошли технические неполадки у нас клиренс у дорожных версий сто семьдесят восемь миллиметров а у кроссоверных версий у кроссов двести три миллиметра и это очень классно брать внимание мы в каких так скажем говнах сейчас потому что вот ну чё тут далеко ходить иди сюда иди сюда родик 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 мы отдельно вам запишем вот но все то что нас окружает и подадим это в смешном варианте но потому что мы сывков тв жори квартанов и рудик это отдельная история но то что касается клиренса вот на такой дороге даже при у нас 17 205 на 50 17 литье стоит мы чувствуем здесь мы проехали мы съехали пожалуйста с дороги мы проехали достаточно сложный грунт мы машину немножко даже даже не кроссовер будут не собираемся и и вывешивать тут нечего вывешиваться ну то что большой высокий клиренс пластиковый обвес смотрите по всей машине арочки двери смотрите пороги это огромный большой клюк плюс весты весный кросс весный с в кросс ну и конечно же сказка это багажник ребят но при всем моем уважении конкурентам конкуренты вот у этой машины какие могут быть конечно это кирилл кирилл x-line отличная машина мы и тестировали но она дороже это может быть тот же собрат с в кросса лада x-ray и его брат-близнец рено сандера стп которая как бы хэтчбеки как бы с багажником то есть мы можем сейчас прямо опустить обратить внимание можно легким движением руки и это как раз прерогатива и хэтчбеков и в данном случае универсала можно превратить всю весь достаточно вместительный багажник в полностью один единый грузовой отсек в общем то можно даже при желании захотели мы поехать на природу отдохнуть в горах можно даже лечь спать почему нет и это чтобы там не говорили огромный огромный плюс но давайте не будем долго ходить потому что естественно и обзоров с в кросса и тестов весты на нашем канале youtube автопанорама достаточно нам в первую очередь сегодня интересно понять как едет бесступенчатая автоматическая коробка как она ведет себя на серпантинах так что поехали за руль ну чтож динамика движение это то ради чего собственно говоря и делать замена роботизированной автоматической трансмиссии на так скажем вот ту самую бесступенчатую автоматическую трансмиссию с вами мы сейчас подбираемся к перевалу гумбаши блин вот как меняется погода в горах еще полчаса назад все небо было в тучах а сейчас мы как будто все прорвало чистое голубое небо красота и мы едем на lada vesta sv cross по горам и он посмотри коровки вместе с нами коровки привет привет места очень красивые места очень необычная и для тестов как раз новой трансмиссии вообще тема идеальная почему во первых у нас меняется все время шаг шаг работы двигателя она приходится все время то разгоняться то тормозить обратите внимание на дорожку дорожка не идеально совершенно не идеально здесь встречается огромное большие о бабах мы сейчас провалились большой ратвину напомним 17 у нас диски и конечно же на такой высоте 10 высота ну вполне можно было предполагать что будет пробой подвеска просто большой плюс ладовцы вот они сделали машину идеально вот для таких именно дорог когда ты едешь как будто по стиральной доске помните раньше была такая доска на которой даже играли вот я сейчас еду вот вот так вот вот так вот но я не чувствую понятно если здесь были какие-нибудь пневмо системы там с повышенным пониженным их нибудь там немецких сложных конструкторов но они я думаю через полгода губ год по такой дороге бы накрылись лады ездят и ездят но вариатор и двигатель смотрите оттормаживаемся то что интересно всем это разгон как ведет себя коробочка при разгоне мы оттормаживаемся на полный ноль и резкий старт поехали смотрим 50 ощутилась переключения хотя это безступенчатые 82 переключения 90 у нас сейчас поворот что есть 100 есть то мы сделаем 2 дублик что вы видели именно спидометр и сами могли следить я не скажу что это двигатель 113 лошадей обладает какой-то бешеной взрывной силой я не скажу что коробка все-таки ну согласитесь автомат всегда проигрывал любой автомат проигрывал механики потому что механикой какой бы не был тормоз водитель он переключает быстрее чем там все эти мозги что касается вот этой клинно-ременной вариаторной автоматической безступенчатой трансмиссия все время еще компромиссы потому что все таки сами производители ну горят ну зачем зачем там путать одно с другим да это безступенчатой трансмиссии но вот даже на этом промежутке который был в при разгоне я ощущал переключение мягкое переключение раньше если мы сравним вот эту коробку с каким-нибудь вариатором ну реально это был троллейбус который ехал который выбирал оптимально вот этот самый крутищий момент и двигал машину здесь полностью разговаривал я с специалистами полностью заменили программ софт да это же коробка джатковская ставится на многие многие автомобили ставится на многие nissan и ставится на многие рено кстати рено аркана посмотрите наш тест наш стрим машина очень интересная и с вариаторной коробкой опять таки под каждую безступенчатой извините под каждую из двигателей инженеры настраивали вот этот самый софт настраивали этот самый чип который мозги который адаптируется под вас он может работать и как 6 ступенчатой как 7 ступенчатой как 8 ступенчатая автоматическая коробка передач в данном случае вот если мы сравним безступенчатую с автоматом мы не чувствуем переключение передач вот сейчас шли фактически 4 скорости мы разгонялись на 4 скоростях и у нас не было вот этого дергания как когда-то было там на вариаторах как когда-то есть на старых автоматических коробках так давайте сейчас посмотрим на спидометр и так мы оттормозились до нуля поехали вот это начало небольшое 50 80 у нас дорожные условия не очень тем не менее на большом повороте мы закладываем есть итак было ощутимо при переключении очень мягкий очень таких нежных так скажем деликатный эти переключения если смотреть было на тахометр можно докручивать этот движок и эта коробка до 6000 почти до отметки сброса ну просто можно держать при желании здесь нет как в автоматических коробках такого понятия как гигдаун потому что не переключается на более нижнюю скорее сам двигатель и сама коробка агрегация ищет оптимальный крутящий момент если вам нужно если нужно держать обороты 5 тысяч вы можете это сделать даже я сделал так называемый киткаун я сейчас еду 80 километров в час я очень быстро 5000 обратите внимание 5000 меня держится постоянно я сейчас разогнался до 120 километров в час обратите внимание вот пожалуйста крупнее 120 километров в час до 120 и я держу 5000 на постоянный как только я сбрасываю педаль газа у меня обороты приходят в оптимальная 2 200 то есть все таки как бы как бы много скептиков есть ступенчатых коробок передач скептиков в первую очередь потому что вот эти легенды о том что ремень кленовидный ремень который вот эти шкивы 2 шкива ищет оптимальные варианты он был ненадежный его необходимо было менять я вам скажу ребята одно сейчас те производители которые ставят поверьте это не только на ладе, на рено, на ниссане огромное количество производителей которые делают кленовременные ступенчатые передачи это и мерседес пожалуйста и хонда и тойота они дают лайфтайм гарантию жизни фактически коробки передач гарантию жизни всего автомобиля если автомобили я не знаю если раньше не проезжали миллион то вполне реально при правильной эксплуатации вот я почти уверен этот вариатор который стоит теперь на ладах вестах он проедет столько сколько будет жить ваша машина ну давайте давайте вот у вас есть сомнения если у вас есть конкретный пример вот не надо вот этих всех разговоров по поводу задиров двигателей вот не люблю я этих пустословов которые пишут в ютубе пишут в соцсетях какие-то безумные истории того что они не слышали еще раз повторюсь производитель дает гарантию жизни коробки безступенчатой гарантию жизни всей коробки и гарантию жизни автомобиля естественно при правильной эксплуатации при замене вовремя масла при и отсутствии отсутствии тех чисто ваших едок опять таки вы могли бы сейчас поехать и на жесткий оффроуд и положите по коробке буквально сзади Co потому что то можно это делать цвет но в интернете орут «Бум, какой говно у тебя автомобиль!» «Ребят, хуй нарвали!» «Какие журналисты, которые, там, почти 20 лет тестируем автомобиль!» «И я еду с частью, посмотрите, по каким дорогам, посмотрите, какие горы, посмотрите, какие серпантины!» «Уже моего оператора, Рутика, сейчас затошнит, потому что он держится вот так за наш этот стедикам, и ему уже плохо!» «Лайк, автоматическая, безступенечная трансмиссия делает свое дело!» «Расход, давайте глянем расход, текущий расход 8,9, расход фактически 8,6!» «Вопрос есть, при таком серпантине у нас 8,5 литра, при том, что мы душили, душили вот на протяжении последних, там, двух сотен километров, этот движок 1,6, как хотели, по городу, по Пятигорзю!» «Ну, давайте еще продолжим!» «Друзья мои, это очень красивая точка, в которой мы попали с видом на хребет, кавказский хребет, и я так понимаю, что это Эльбрус!» «Ребята, Эльбрус это у нас?» «Да, это Эльбрус!» «Ура, ура, ура!» «Ну, сейчас погода нам повезла, потому что, напомню, в Словодске, точнее, в Пятигорске, Железноводске у нас была сплошная-сплошная облачность, серо, туман, облака просто касались и терли холмы и горы, и вообще, ну, было настроение никакое, серое никакое!» «Смотрите, какая красота здесь! Можно просто сесть на кресло, дать отдохнуть наши весточки!» «Нам всегда классно работать для вас, для нашего детства! Пока!» «Адинь» Субтитры создавал DimaTorzok